Я думаю, что сейчас самое уместное будет начать после того, о чем мы говорили только что, и затронуть те вопросы, о которых мы буквально полчаса назад тоже говорили, обсуждая фильм и музыкал, влияние между культурами. И, ну, перейду сразу к делу, Китай очень долго испытывал западное влияние. Эта страна, это государство, это культура, которая самая древняя сейчас из тех, которые не прерывали свои традиции, по разным сведениям от 3500 до 5000 лет насчитывающие, они очень долго хранили, а потом как-то на какое-то время сдались. А в настоящее время у них очень сильны тенденции и процессы на не только сохранение своей культуры, уходящей культуры, той, которой уже практически, как бы, почти и вот трудно уловить ее, но и ее актуализации, то есть чтобы она была не просто музейным экспонатом, а входила в жизнь каждого человека. Это происходит на разных уровнях, это происходит на уровнях образовательных, потому что у них в высшебразовательных учебных заведениях сейчас открыты, уже несколько десятилетий, открыты отделения, где учат игре на народных инструментах, на национальных инструментах традиционных. У них даже стали, так сказать, обращаться снова к традиционным типам нотописи, и некоторые живые традиции по-прежнему ими пользуются. И вот я хотела бы несколько слов сказать о том, что как это выходит на такой, на мировой уровень, потому что в данном случае пойдет речь о актуализации не только внутри самого Китая, но и о строении ценностей традиционной китайской культуры во весь мир. О чем пойдет речь? Речь пойдет о видеоигре. Музыка знания все расширяет, расширяет свои, так сказать, источники, к чему она обращается, объекты. Киномузыка уже вошла прочно в наш, так сказать, обиход. И сейчас уже даже музыка к видеоиграм начинает все чаще и чаще приковывать внимание исследователей. Это связано, конечно, с улучшением ее качества. А о чем вот сейчас и будет речь? Ну и конкретно скажу о игре. Да, прежде чем к ней перейти, все-таки давайте открою красивую картинку. Скажу, что в список приоритетных проектов национального культурного экспорта Китая до 2021-2022 годы, который включался в 122 ключевых проекта, 9 проектов представляли собой видеоигры. То есть это, в общем-то, экспансия китайских культур на весь мир. Итак, в 2020 году китайской компанией «Михой Йо», которая занимается разработкой компьютерных игр, была разработана игра и выпущена приключенческая игра с открытым миром «Геншин Импакт», которая стала одним из самых успешных коммерческих проектов и которая завоевала огромную популярность во всем мире. Здесь был создан фантазийный мир «Тейвак», который поражает своим масштабом, многообразием и детальностью проработки локаций. По замыслу создателей этот мир разделен на 7 частей, 7 регионов, каждый из которых имеет свое название и каждый из которых имеет свой прототип. И название, которое мы видим сейчас на экране, это штат непрозрачно так отсылает нас к германоязычной Европе, Германия, Голландия, Ли Йоэ, безусловно, это Китай, и Надзума, основное государство, это Япония, Сумелу, это Южная Азия, это Индия, трофическая часть и Египет, пустынная часть, Фонтель, Франция и Италия. И планируется еще выпуск двух частей, они пока находятся в разработке, одна из них будет представлять Россию, а вторая Америку. Так вот, значит, да, музыку к этому, к этой видеоигре, писала команда разработчиков, и самым главным среди них продюсеров и композитором, молодой является композитор, которого в англоязычной версии называют «Лупен Чен», правильная, как бы, в нашей традиции ему было назвать «Чен-Лупен», а вообще настоящий его имиджу китайская «Чен-Джиньи». Он имеет профессиональное образование, окончил Шанхайскую кастраторию, и, в общем-то, весь этот цикл до сентября 2003 года он возглавлял. Значит, при создании визуального имиджа этих регионов, разработчики вдохновялись культурными, значит, образами реально существующих городов, стран, их традициями, мифологиями, типичными лапшахтами и, наоборот, уникальными достопримечательностями различных частей света Европы, Южной и Восточной Азии, Северной Африки и перспективе Америки. И, кстати, музыка эта, она звучала тоже на алимпийских иберах, только на китайских зимних алимпийских иберах в Пекине в 2020 году. И там была выбрана для закрытия именно музыка региона Ли-Ёэ, которая растворяет Китай, собственно говоря, их государство. Боевая и основная тема. Почему, возможно, стало вообще обращение к музыке в видеоигры? Потому что в последние скелетия очень часто эту музыку исполняют уже не компьютерные какие-то программы, инструменты. Ну, в принципе, и сейчас музыка к современной компьютерным играм по-прежнему создается с использованием библиотеки звуков, эсэмблов. Но очень много сейчас стали включать в игры симфонические оркестры, живая музыка. И вот в озвучке, или, скажем так, в записи саундтрека этой игры принимали участие крупнейшие симфонические коллективы мировые. Лоновский симфонический оркестр, один из лучших европейских оркестров. Шанхасский симфонический оркестр, это старейший музыкальный коллектив Китая, и национальный симфон Китая, который активно пропагандирует музыку современных китайских композиторов. Так есть лоновский оркестр и несколько оркестров, которые, по сути, специализируются на видеозаписях, фильмах и играх. Название их вы видите на экране. Я не хочу остановиться на музыкальной характеристике, вообще на создании образа именно Ли Юэ, то есть, собственно говоря, Китая, прототипа Китая, потому что, конечно же, китайские разработчики, они сюда вложили максимальных усилий для того, чтобы свою культуру каким-то образом относить и прибегли к этому. Название Ли Юэ, оно имеет буквально несколько переводов, стеклянная луна, нефритовая луна, между прочим, вот Ли Юэ, есть, скажем так, анаматопическое звучание Ли Ритуал Юэ Музыка, то есть здесь можно уловить очень много смысловых коннотаций, вот, но образ создается комплексно, и в данном случае нам очень важно, что они за основу брали какие-то настоящие, ну, места, достопримечательности Китая, такие, например, как объекты всемирного наследия ЮНЕСКО, Хуалун-заповедник, один из самых живописных мест Китая, вот, который вот в игре будет выглядеть несколько похожим образом, да, ну, более премутяшно, конечно, но очень похоже, он рисует эту местность, узнаваемую не только самими китайцами, но и многими, кто посещал или смотрел какие-то твоего шоу. Это может быть, это еще один очень известный символ, это национальный лесной парк Джанзэнзэ, мы его, наверное, знаем по Аватару, вот, он тоже в этой игре создает визуальный образ, только называется по-другому каменный лес Куанг-Куанг. Вот, это очень известное тоже место, Гавать Аньмэн с вратами, которые тоже в игре изображены, ну, как в таком живописном стиле, более ярком, узнаваемом очень. Вот, Гавать Аньмэн. И архитектура, кстати, не только природные достопримечательности, но и творения рук человеческих тоже представлены очень похожи, очень узнаваем. Например, древний город Хэн-Куан узнаваем в постройках этой игры, или, допустим, такие творения рук человеческих, как традиционный китайский сад, в котором вот эти вот постройки, павильотики, разные здания, мосточки, дорожки их соединяющие, такое творение континуально дискретной картины мира традиционного китайца. Все это рисует визуальный образ. Здесь тоже в этой игре присутствует еще и сторона, такая связанная с традиционным праздником, например, праздник фонарей, здесь тоже является очень важным событием, таким моментом. Но все это касается именно визуального ряда. Мы сейчас с вами несколько слов скажем о, собственно говоря, музыкальном сопровождении, которое в исполнении вот этих прекрасных коллективов было записано. И здесь несколько слов о том, что, да, наверное, надо было, конечно, в другом порядке сказать, но я все равно потом к этому вернусь. Здесь важнейшую роль играют музыкальные инструменты, которые исполняют эту музыку. То есть, кроме того, что, собственно говоря, играют прекрасные аргестры, самым главным выразительным средством, которое выбрали разработчики для олицетворения вот этого образа Китая, древнего Китая, является тема. В тех статьях, немногочисленных публикациях, которые можно сейчас уже увидеть по поводу этой игры, очень часто упоминают, что используются национальные инструменты, используются национальные инструменты. И, как бы, само собой разумеющееся, что национальные инструменты, они, ну, как бы, отражают что-то национальное. Понятно. Почему? Потому что действительно, как бы, уникальным и отражающим этнокультурной особенностью страны прототипа является музыкальный темп, особенно учитывая, что в Китае с его древней историей, китайская традиционная культура во все времена была ориентирована назад в прошлое, приписывая ушедшим временам всемыслимые и немыслимые достоинства. И именно тембр, по мнению Сесаури, в архаические времена, на ранних этапах развития общества, когда еще не сформировалась музыкальная система, основанная на использовании фиксированных тонов, феномен музыки был представлен именно тембром, и он же является важнейшим признаком иной культуры. Темб — это первое, на что реагируют слушатели иностранец, между Сесаури. Так, например, в древнем Китае эмоциональная оценка музыки во многом базировалась на тембровой системе, описываемом обычно как голоса царств. Чу-ский голос, джен-ский голос, вэ-ский голос и так далее. В таких терминах Конфуций и другие мыслители древности описывали тембровую систему чан-царств чу-царства джен-царства вэй соответственно. То есть самое главное, конечно, здесь — это тембы национальных инструментов. На следующих слайдах у меня будут они перечислены, названы все, и я приведу примеры музыкальные, при возможности мы их послушаем. А сейчас несколько слов о том, что звуковысотный уровень, который собой представляет. Мелодия, она, безусловно, основана на традиционной пентатонике. Это один только из номеров, их всего 69 треков только в этом регионе, а там в каждом других регионах есть и по 100, и по 78. То есть на самом деле музыкальных номеров очень много. Я выбрала один из самых характерных. Это пятый номер, который исполняет гуджен. То есть оркестры играя солируют два гуджена и флейты дьцзи. Это древние инструменты китайские, которые сразу ассоциируются вот с этой культурой. Давайте послушаем этот пример. Мелодия Гармония, простите, все абсолютно западная и пупейская. Здесь она узнаваемая и понятно, что маркером является именно тембр. И пентатоника, она не обычно говорит. Но я хочу ваше внимание обратить на, собственно говоря, структуру этой пентатоники. Она здесь не звучит пока целиком, хотя вот если мы прослушаем чуть дальше, там и пошел пентатонный ветер в восходящем направлении. Мы здесь видим, что это как раз сцепленные вот эти перекликающиеся, которые в разных сочетаниях, в разном мелодическом направлении обыгрываются. И поскольку это главная музыка региона, а это главная тема региона Ли Йоэ, которая в разных вариантах звучит во время игры. Сейчас я еще один вариант, более пудренький включу. Тоже лучше исполняет главную. Оно становится как бы вот обликом этой Ли Йоэ, этой китайской страны, которая вот несет эти этнически свои характерные черты. Вот мы видим сейчас, что в записи этих 69 треков участвовало два оркестров, лонский филармонический оркестр, шанхайский и множество инструментов. Ди Цзы, Эр Хуй, Джун Ху, Бу Джен, Пипа, Жуань, Сян Сянь, Сяо. Причем, казалось бы, что тут достаточно просто включить тембр инструмента, это уже будет достаточно. Но на самом деле способ звукоизвлечения и звуковедения, как бы характерная артикуляция, то есть как играют на этом инструменте, это тоже очень важный этнический знак. Поэтому солирующие партии музыкального сопровождения поручены здесь выдающимся музыкантам исполнительным традиционным, то есть те, которые в основном являются практикующими музыкантами с образованием, лауреатами многочисленных национальных конкурсов. И вот все имена, которые вот здесь вы видите в среднем столбце, это выдающиеся китайские музыканты. И мы сейчас с вами имеем возможность посмотреть, немножко послушать. Я два фрагмента поставлю, для того, чтобы мы составили впечатление, как эта музыка звучит в исполнении и других инструментов. Это у нас играет шанхайский симфонический оркестр. Небольшие два фрагмента. Это боевая тема, или ее называется. Способы увидеть исключительно европейские. Мы не можем не сказать, мы можем не понять, что мы line-то соревновали. Мы получим novelty вerv司, Но это нужно. Не слышать, но мы не знаем, что это мы можем. И снова ненавидим... И снова мы можем не знать. И снова мы можем не понимать. И сейчас мы можем... И снова мы можем... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДИНАМИЧЕСКО Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Я думаю, что здесь все как принятая комбинация. Выше комбинация. И обобщение там по сюжету она рассказывает. Это персонажи игры. В таком стиле она играла. Опять же, технологический сюжет. И, отдайте внимание, вот они облачные эти... Да, это характернейший, самый известный орнамент, облачный узор. Один из самых сохраненных в Иване орнаментах еще в эпохе Хан. Ну и, соответственно, архитектура, сцена, все заканчивается таким образом. Дело в том, что этот номер, он получил тысячи, тысячи просто комментариев на YouTube, выложен, об эмоциональном переживании, которое вызывает вот эта вот музыка. Я хочу сказать, что я наслушавшись очень много. Я тоже теперь его воспринимаю очень эмоционально. И мне он очень нравится. Хотя первое впечатление, я думаю, было, как у многих из вас сейчас. Как у Берли Роза примерно. Это когда он услышал китайскую музыку. Вот. Поэтому, скажем, еще интересный момент. Это последнее. Существует десятки кавер-версий этого номера. Причем эти версии исполняются ведущими актерами крупнейших традиционных оперных коллективов Китая. Таких, как собственно пекинская опера. То есть пекинская опера теперь бьет эту музыку и исполняет. Как хэбэйская опера Биндзюй. И более древние, редкие ее разновидности. Сычуанская опера Чинчуандзюй. Картонская опера Юйдзюй. И, наконец, утонченная, изысканная куншанская опера Биндзюй. И вот маленький фрагмент я вам поставлю, чтобы вы поняли, как это высочайшее искусство еще с 14 века. Единицы их сохранились. Они эту же музыку, что теперь исполняют, как бы возвращают ее в свою традицию. Куншанская опера Биндзюй. Эта манера отличается от той, которую исполняла пекинская курица. Костюм другой, движения другие. Все это обточено, выберено. Все символические. Они просто все с жестами символически как-то обозначены. И вот этот бежно-новый цвет. Бедный цвет. И утонченная, раклинированная функциональ. Ну я думаю, что у нас нет, поэтому я пока изучить ее не буду. И закончу я это двумя высказываниями, комментариями. Первый комментарий. Это сейчас у меня несколько раз в переводе с китайского, конечно, может быть не совсем совершенно, непревзойденная национальная квинтэссенция. А второй. Я рад, что смог познакомиться с замечательной культурой Китая через Вяньшин. Вот поэтому я думаю, что актуализация, да, сделанного заявления. Именно вот таким образом они свою культуру пытаются актуализировать и для себя, и для всех окружающих. Спасибо за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо.